История гольфа, мини-гольфа и большого гольфа начинается с весьма банального факта, который произошел в одной из английских деревень. Как-то раз пастух взял палочку и начал закатывать этой палочкой камушки в ямки. Прошло 100 лет и его банальное простое увлечение трансформировалось как вид спорта большой гольф и маленький гольф. Игрой в гольф никого в наше время не удивишь. По крайней мере ее разновидностью мини-гольфом. В наших широтах эта игра знакома многим жителям. Более 8 лет в Самарской губернии регулярно проводятся состязания в закрытых помещениях по гольфу. На западе, как прочим, и у нас в России это увлечение переросло в профессиональный уровень. Большинство турниров проходит с большим призовым фондом. Гольф считается игрой преимущественно состоятельных у людей. А вот мини-гольф в большей степени игра для широких масс. Ведь здесь не нужно больших травяных полей. Всего-навсего небольшой зал и 8 или 16 спортивных снарядов. Просто я считаю, что мини-гольф по своим потенциальным возможностям, он может стать массовым видом спорта, время провождения, досуга, рекреации для всех буквально. Гольф не имеет возрастных границ. В него могут играть как подростки, так и люди преклонного возраста. У нас было 82 года. Представляете, то есть вот можно поддерживать себя в активной форме благодаря тому же мини-гольфу. Мини-гольф Самарской кубернии стал весьма популярной игрой и среди лиц с ограниченными возможностями. Не первый год проводятся турниры среди инвалидов. Это увлечение затягивает людей всех профессий. Особо физических данных или специальной подготовки требующих силовых нагрузок в мини-гольфе не требуется. Перед игроком в гольф стоит задача пройти определенное количество лунок за минимальное число ударов. Для этой игры используют клюшки. Они разные по весу и внешнему виду. В зале, где играют в мини-гольф, не сразу можно увидеть бурные эмоции. Это на первый взгляд кажется, что в зале, где играют в мини-гольф, царит непронежденность, определенная и спокойная атмосфера. Но на самом деле игроки испытывают в момент удара огромное напряжение. Уже минут через 10 после начала соревнований игроки перестают скрывать свои эмоции. Кстати, играя в мини-гольф, фанаты подмечают появление многих положительных качеств в плане общего развития. Об этом говорят и специалисты. Координацию, геометрическое мышление и потом вот эти кратковременные стадии напряжения и расслабления, они очень полезны для организма. Особенно вот у тех людей, у которых неустойчивая нервная система, там вегетативная какая-то дистония, там не только сердечно-сосудистая, но и с другими органами. Он просто координирует. В Германии мини-гольф вообще считается как лечебной дисциплиной. Для многих и хронических больных, и в общем-то для тех людей, которые реабилитируют себя после каких-то либо заболеваний. И мое мнение, что мини-гольф, он должен стать рядом с футболом по массовости. Тем более футбол, извините, все-таки гендерный вид спорта, да. Потом, если у вас какие-то нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, вы уже не пойдете пинать мяч, да. Если у вас там избыточный вес, тоже это сложно. А в мини-гольф у нас все такие люди играют просто-напросто. Так просто-напросто решили принять участие в турнире среди работников средств массовой информации и сотрудники телерадиокомпании «Губерния». С утра пораньше приехали в спортивный комплекс «Виктория» все, кому не безразличная репутация своих компаний. Получасовая разминка, построение участников соревнований, приветственное слово организаторов, затем жеребьевка, которая показала, кто с кем играет. Заметим, что от нашего канала было выставлено два состава игроков, в которые входили журналисты, телеведущие канала, авторы программ, режиссеры телевизионного монтажа. Сергей Овчинников удивил всех точным попаданием шариков в корзину одного из самых сложных снарядов. А вот ведущий спортивной передачи Сергей Кочкин первые два подхода поволновал игроков нашей команды, но его третий забитый шар принес долгожданные очки в таблицу результатов. К концу первого тура разыгралась Виталия Пушнякова, ведущая программы «Отро-губерния», не торопясь, уверенно со второй попытки закатила шар в лунку у горки. На очередном заключительном снаряде с первого раза шарик прокатился на горку и, не касаясь ни одного препятствия, свалился в лунку. Первый круг закончился. Участники команд СМИ подвели итоги. Мы набрали 161 балл. Это очень неплохой результат. Я видела, что у других участников 158 или около того, поэтому мы уже прям рядышком. И сейчас мы будем бороться за первые места. Я играю вообще в мини-гольф всего лишь второй раз в жизни, но уже сегодня спасла несколько раз команда, могу похвалиться. Ну и ребята, конечно, молодцы, все отлично играли и даже те, кто первый раз вообще участвовал в таком турнире, показали отличный результат. Большинство игроков впервые приняли участие в турнире по мини-гольфу. В рядах сотрудников команды нашего телеканала «Губерния» были уже и опытные участники. На самом деле я о мини-гольфе до этих соревнований практически не знала ничего. В том году пришла, первый раз попробовала, был дикий восторг. Такая командная, хорошая игра, поэтому когда вторично позвали, впереди планеты все в первых рядах. А чем понравилась эта игра и что у него такого? Ну, во-первых, развивается глазомер, внимательность, какая-то усидчивость. Может быть, то, что не хватает, наверное, в работе журналиста, поскольку мы всегда в движении, постоянно бегаем. А здесь есть возможность остановиться. Остановись в мгновение, это и прекрасно. Шарик летит в лунку, гол! В мини-гольфе победа зависит от игры всех. Переживания и страсти накалялись, когда клюшки в руки брали игроки своей команды. Поскольку это командная игра, переживаешь за каждого игрока, то есть за каждую удачу радуешься. И это, наверное, самое главное. А если игрок вашей команды проматывается, какие экзекуции? Ну, я думаю, что экзекуции не будет. Все как-то сочувствуют, подбадривают, чтобы следующий бросок был удачным. Ближе к 15 часам закончился турнир по мини-гольфу. Благодаря упорной борьбе команда телекомпании «Губерния» вошла в пятерку сильнейших. Большинство участников заинтересовались мини-гольфом и выразили желание вновь принять участие в турнирах корпоративных команд.